В эфире программа «Закон и события. Мнение». Меня зовут Евгения Кладкевич. Здравствуйте. Из-за текущей эпидемобстановки вариантов, как провести свободное время подрастающему поколению, остается не так уж и много. Вместо кинотеатров, развлекательных и образовательных центров, парки, уличные площадки и пляжи, где меры безопасности соблюдают, прямо скажем, не всегда. Минимизировать, а лучше и вовсе исключить какие-либо происшествия в период активного отдыха. Призван проект «Общественный патруль», инициированный председателем Комитета Государственного Совета по социальной политике Сергеем Артеевым. Сегодня мы расскажем подробнее, чем занимаются волонтеры. Катание на велосипедах, прогулки по городу, посещение парков, детских и спортивных площадок – главное развлечение этим летом. А с началом жары еще и водные процедуры на пляжах. Отдых в любой его форме должен быть безопасен, уверены организаторы и участники проекта «Общественный патруль». Большинство благодарят. Хорошо, что вы приглядываете за нашими детьми, за нашими внуками, что вы помогаете. Каждый день, кто в парке Мичурино, кто в городе, кто в своих микрорайонах, они уже сейчас даже задействованы. И где бы в городе ни бывали, они везде и всюду сбрасывают фотографии мне. Группа так называемых «серебряных волонтеров». Несмотря на жаркую погоду, женщины патрулируют в столичные парке. Работают в основном с детьми. Если ребятишки одни, спрашивают, не потерялись ли, нужна ли какая-то помощь. Волонтеры работают ежедневно. Кроме пожилых, в проекте задействованы и молодые люди, а также подростки. Деятельность патруля развернута в столице Коми, в Соктовидинском районе и в Ухте. Взяли, подошли, маленькие дети видят, без присмотра, забеспокоили сразу. Я даже удивилась, такая активная позиция. Другие могли бы пройти мимо. Главная цель проекта – профилактика детской безопасности в летний период. Активисты раздают листовки и проводят профилактические беседы. Волонтеры подмечают – опаснее всего вблизи водоемов. Слабо прогретая вода и сильное течение – предвестники несчастных случаев. Тем хуже, что происходит они чаще с детьми, которые на пляже зачастую без присмотра родителей. Чаще всего дети остаются одни. Родители либо занимают дальнюю полосу, и дети выпадают из зоны их видимости, либо они вообще приходят сюда самостоятельно. Это в основном подростки, где-то после 10-12 лет. Мы к ним подходим, рассказываем инструктаж, во-первых, интересуемся, есть ли у них родители здесь присутствуют или нет. Если нет, то даем им непосредственно ЦУ, как себя нужно вести, как себя не нужно вести. Спасатели говорят, с появлением общественного патруля ответственность взрослых явно усилилась. Детей без присмотра родители практически не оставляют, да и сами стали серьезнее. Очень большую работу они оказывают, так как инспекторов ГИМС не так много, и спасательные посты тоже всю территорию не могут охватить. То есть общественники очень большой вклад вносят по информированию и оказанию инструктажей. Еще одно направление работы волонтеров – предупреждение аварий с участием велосипедистов. Как отмечают автоинспекторы, чаще всего эксцессы случаются на пешеходных переходах. Обладатели двухколесных отказываются спешиваться на зебре, что зачастую оборачивается столкновением либо с автомобилями, либо с пешеходами. Так, с начала велосезона в этом году в Сыктывкаре произошло уже 23 ДТП с участием велосипедистов. Пострадало 13 человек, 9 из них – дети. И вот задача общественного патруля – показать на практике, как правильно переходить дорогу в компании железного друга, обязательно спешиваясь и только на зеленый свет. Одно дело, когда инспектор ДПС подойдет к нарушителю, да, вынесет постановление о наложении административного штрафа за нарушение права дорожного движения. А совсем по-другому, когда подойдет такой же велосипедист, да, укажет на нарушение, можно сказать, своего коллеги-велосипедиста, да, и как-то уже по-другому велосипедист будет на это смотреть. А это Ухта. Здесь, кроме предупреждения детского и взрослого травматизма, участники патруля также выявляют и нарушителей общественного порядка. Детский парк. Излюбленное место ухтинцев не раз подвергался вандализму со стороны молодежи. Создать в парке атмосферу покоя и порядка – одна из главных целей волонтеров. По опыту скажу, что пятница, суббота, воскресенье, вечернее время, начинается, молодежи такие активнейшие алкогольные вечеринки, ну и так далее. И, соответственно, чтобы этого в том числе не допустить, а вот эти вечеринки несут до себя последствия, я уже, в принципе, одно из ваших репертажей рассказывал про вот эти истории вандализма, там, драки и так далее. Но это не допустить, в принципе, вот и выходит на это общественный патруль. Общественный патруль уже заступил на вахту на Комсомольскую площадь и пляжи Ухты. Главное оружие активистов – их максимальная приближенность к обычным людям. В этом случае любая работа с жителями, любая профилактическая беседа становится в разы эффективнее. Парламентарий Сергей Артеев, как идейный вдохновитель проекта, работу общественного патруля оценивает высоко. Проект имеет все шансы стать постоянно действующим, чтобы порядок и безопасность жителей поддерживались в коме не только в летний период, но и на протяжении всего года. Конфеты, жвачки, леденцы, мармелад. Эти гастрономические радости могут легко из источника удовольствия стать источником реальной опасности, так как содержит большое количество никотина. Повышенная агрессивность, ухудшение памяти и внимания, а еще нарушение как умственного, так и физического развития. И это лишь минимум последствий от употребления никотиносодержащих смесей. В 2015-м торговля табачными смесями была запрещена в стране на законодательном уровне. Впрочем, нерадивые предприниматели нашли способ обойти запрет. Бум на употребление никотиносодержащих веществ пришелся в стране на конец прошлого года. Среди тех, кто поддавался губительной слабости подростки 13 и 14 лет. Сотни обращений от общественности и родителей коми поступали чуть ли не ежедневно. В конце прошлого года депутаты госсовета коми поддержали проект федерального закона, предусматривающего запрет торговли данными веществами. Однако в мае Госдума инициативу отклонила. И тогда наши парламентарии решили принять закон на региональном уровне. Вопрос обсуждался на рабочем совещании в госсовете в июне. Планируется, что запрет на продажу никотиносодержащих смесей будет регулироваться поправками в закон о некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми. Вопросы здравоохранения граждан – это вопросы регулирования как Российской Федерации, так и субъектов Российской Федерации. В частности, по введению запретов, введению ограничений по распространению и продаже снюсов, общественное мнение достаточно категорично. И сигналы поступают, и от педагогической общественности, от родительского сообщества, и от общественности граждан Республики Коми. Все настаивают на том, чтобы наконец-таки был положен конец их свободному распространению и приобретению в магазинах. О крайней опасности никотиносодержащих смесей говорит и их состав. Концентрация никотина в таких веществах иногда в десятки раз выше, чем в традиционной табачной продукции. Так нарколог Андрей Никитин однажды отметил, что употребление данных смесей чреват развитием подростков наркотической зависимости. Тем хуже, что сейчас, в эпоху высоких технологий, приобрести опасные смеси можно и в интернете. Поэтому задачу властей, отмечает депутат госсовета Сергей Артеев, обеспечить защиту подрастающего поколения не на словах, а в реальном времени. Но всегда найдется какой-нибудь дядя, который организует сбыт, будь это торговая точка или будь это некая разветвленная сеть взрослых людей, которая будет продавать это через интернет, каким-то образом распространяя эту заразу. Безусловно, это фиксируется силами и структурами МВД, правопорядка. Благо, теперь мы видим, что в Республике Коми распространено такое общественное движение в виде общественного патруля, которое следят за тем, чтобы наши дети, находясь в воздухе, на природе, на улице, могли сохранить свое здоровье. Ожидается, что соответствующий региональный закон будет не только пресекать продажи никотиносодержащих смесей, но и накладывать определенные санкции на тех, кто продает и даже склоняет молодежь к употреблению запретных веществ. Для физических лиц сумма штрафа составит от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических – до 30. При повторном нарушении штрафы там увеличится серьезно. Полагаем, что столь серьезное внимание и столь серьезный барьер позволит сохранить здоровье наших детей, позволит все-таки положить, так или иначе, хотя бы такую ограничительную меру для того, чтобы эти товары все-таки исчезли с прилавков. Председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев отмечает. Контроль за соблюдением закона возложат на правоохранительные органы. К слову, в ходе последнего рейда по табачным магазинам всей республики Коми полицейские поймали с поличным всего одного предпринимателя из почти 200 проверенных. Это было в Сыктывкаре. Впрочем, не стоит исключать, что вместе с запретом официальной торговли запрещенные вещества начнут продавать нелегально, поэтому родителям надо усилить внимание за своими детьми. И в случае любых подозрений на употребление ими никотиносодержащих веществ обязательно обращаться в соответствующие инстанции. Многодетная, соответствующий статус семья приобретает, когда в ней воспитывается от трех и более детей. В качестве поддержки таким ячейкам общества от государства полагаются различные меры поддержки. Одна из них – социальная выплата на улучшение жилищных условий. Однако воспользоваться ей, увы, успевают далеко не все. И не всегда. Ирина Бессонова – мать троих сыновей. Самому младшему три года, а самому старшему скоро исполнится 18 лет. После его совершеннолетия Бессонова из разряда «многодетная» автоматически перейдут в разряд «обычная семья». Вместе с этим лишившись ряда выплат в качестве поддержки от государства. Одна из главных соцвыплаты на улучшение жилищных условий в рамках 30-го регионального закона Республики Коми, согласно которому Бессоновы могли бы получить либо средства на покупку новой квартиры, либо земельный участок для строительства дома. Такая помощь для них особенно важна, ведь с появлением третьего ребенка нынешнее жилье стало для большой семьи слишком маленьким. «Старшему сыну у меня в августе месяце будет уже 18 лет и так получается, что нас снимут с очереди и мы остаемся и без земли, конечно, и без улучшения жилищных условий, потому что у нас не хватает квадратуры на семью. Конечно, очень обидно, если так получится. Очень бы хотелось, чтобы все-таки приняли закон, потому что семья как была многодетная, то есть так мы и остаемся». Соцвыплаты на улучшение жилищных условий полагаются также и молодым семьям. Перечень условий для получения поддержки небольшой. Минимум один ребенок, трудоустройство родителей в бюджетной сфере и самое главное – возраст мамы и папы не должен превышать 35 лет. Как только данный возрастной порог кто-то из родителей перешагивает, семья тут же лишается права на получение соцвыплаты. В такой ситуации оказались, например, Лобановы из Сыктывкара. «В дворе супруга исполнится и нас снимают с очереди. На этот момент у нас будет 6 лет, как мы простояли, то есть возможность была бы более, большая, чтобы мы что-то могли получить. Супругу исполняется 36 лет, нас снимают с очереди, но ведь мы же не стали пенсионерами, либо мы не перешли уже какой-то 50-летний, не знаю, возраст». На учет все семьи, как правило, встают вовремя. Однако из-за недостатка финансирования выплату на улучшение жилищных условий в год получают лишь единицы. В итоге время в очереди для семьи растягивается на годы вперед. Как итог, возрастные требования нарушаются, и семья лишается права на получение долгожданных средств. «Мы, получается, граждан снимали с учета. Несколько семей были сняты с учета. Они обратились в Сыктывкарский городской суд. Данный суд выиграли. Верховный суд Республики Коми данное решение поддержал Сыктывкарского. Поэтому уже, как существует некая судебная практика на уровне нашего субъекта, мы, конечно, не хотим, чтобы граждане наши обращали в дальнейшем суды, и чтобы, ну, какие-то судебные издержки администрации. Потому что мы также считаем, что граждане, если они обладали правом на момент постановки на учет. Сергей Вячеславович, скажите, пожалуйста, сколько сейчас семей в Республике стоит на учете? Если мы говорим про семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий или в приобретении жилья по 30-му региональному закону, то таких семей на сегодняшний день, ну, в Сыктывкаре, как минимум, 1195 семей. Динамика улучшения жилищных условий и предоставления земельных участков достаточно небольшая. Какой будет объем средств выделен в этом году, даже вот в рамках Сыктывкара, это тоже для нас вопрос. 16 июня на очередном рабочем совещании Госсовета Коми администрации Сыктывкара было озвучено предложение о внесении поправок в 30-й региональный закон о социальных выплатах на строительство и приобретение жилья. А именно снятие всех возрастных ограничений как для родителей, так и для детей. Законодательную инициативу поддержали все. Депутат Сергей Артеев отмечает, помимо поправок о снятии возрастных ограничений, властям региона необходимо увеличить финансирование данного закона. В прошлом году, например, на социальные выплаты для улучшения жилищных условий по республике было выделено более 30 миллионов рублей. Однако этих денег все равно оказалось недостаточно для тысяч нуждающихся в поддержке семей. Касаемо финансовой части, очевидно, закон нужно наполнять ресурсами и его усиливать. Ну а с точки зрения справедливости, вот сейчас как раз тот пакет мер, который предусмотрен именно нами, депутатами Госсовета, он говорит о том, что помимо наполнения деньгами этого закона, необходимо еще и соблюсти право, сохранение права граждан на получение земельного участка, на улучшение жилищных условий как для многодетных семей, так и для молодых семей в рамках 30-го регионального закона. Решение о принятии поправок в республиканский закон запланировано в рамках осенней сессии, отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев. А это значит, что долгожданных изменений многодетным и молодым семьям ждать осталось недолго. На этом у нас все. Смотрите следующий выпуск программы «Законы. События. Мнения» в следующий четверг на телеканале Юрган. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин